В Сочи завершились матчи чемпионата мира, но большой футбольный праздник продолжается. А на фан-зоне, которая, кстати, признана одной из самых посещаемых в стране, покажут еще три матча мундиаля. Организаторы мирового события дали Сочи самую высокую оценку, отметили чистоту курорта и гостеприимность его жителей. Самые высочайшие оценки мы заслужили с вами. Это касается и обеспечения санитарных условий в городе, это и обеспечения безопасности в городе. Мы сильная команда, которая может сделать любое мероприятие. Несмотря на высокие оценки гостей, работать еще есть над чем. Особенно это касается отрасли ЖКХ. Сегодня на планерном совещании Анатолий Пахомов представил нового руководителя департамента городского хозяйства. Кресло руководителя займет Сергей Самко. Он руководил департаментом олимпийского наследия края, исполнял обязанности министра курорта в Кубани. Теперь Сергею Самко предстоит решать целый ряд важнейших задач в отрасли ЖКХ. Основные выбор площадки под строительство мусоросжигательного завода, строительство второй очереди бзугинских очистных сооружений, а еще важно, как и в прошлом году, первыми в крае получить паспорт готовности к зиме. Специалистом высокого уровня и поработал, и директором департамента края. То есть у него достаточно хороший послужной список. Также в ходе планерки главы районов подвели итоги работы по организации в городе бесплатных парковочных мест. В центральном районе, например, они появятся на Абрикосовой, на улице Цурюпы, Бамбуковой и Конституции. Участки уже определены. Где-то даже началась отсыпка. Это за полгода было создано более 750 парковочных мест, которые не просто бесплатно. Эти парковочные места, их же надо и содержать, и убирать. То есть там производится и санитарное содержание. В перспективе в Сочи может появиться около 2000 бесплатных машиномест, в том числе возле важных соцобъектов и в загруженных частях курорта. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.